да шикарно вам наверно привычнее когда вы угощаете чаем вот сегодня мы вас угощаем чаем кстати а имеет значение в какой посуде пьешь чай на вкус влияет посуда что стекло до стекла мне кажется вообще самое самое классное вообще все всегда все по-разному здесь очень много нюансов таких да то есть в зависимости от того также как в чаю все что вы хотите смотрю вы получите я вас пригласила как чайного эксперта вы у нас основательницы на ямале первой чайной мануфактуры и кажется уже все все про чай знают но как выясняется в разговоре вот с людьми ну какие-то разные совершенно сведения вот мы с вами в ресторане скажите у нас есть такая традиция всегда после сытного обеда или ужина всегда заказываем чай какой предпочтительный когда у тебя полный желудок все-таки выбрать чай заказать зеленый или черный я бы взяла конечно же зелененький наверное здесь соображение такие вот нутритивное качество продукта и помогает или не помогает пищеварению на самом деле если брать по свойствам то есть зеленый черный травны я бы после еды предпочла я чашечку наверно травного чая все-таки у вас в ассортименте более 30 позиций чая вот этих вот ну как базовых до основных базовых вы правильно сказали да но вы концу года планировали запустить марочный производство марочного чая удалось запустили конце года мы выиграли грант как раз сейчас реализуем все эти да все эти потенции мы в процессе да а чем марочный чай отличается от обычного чая это ферментированный продукт а и я заметила то есть я же провожу то есть у нас не мануфактура как я говорю чайная лаба такая у нас на защите я заваривала чай шестилетней давности да интересная история в этот кусочек случайно забыли он у вас сколько лет шесть лет пролежать да это был самый старый потому что слушайте ну первое впечатление это так просто ну вот вот есть чай ты его забыл вот он себе лежит лежит и и все и зачем вам деньги если так просто сделать такой выдержанный чай для того чтобы де выпускать качественные блины для того чтобы быстрее завяливать лист для того чтобы вот все наши знания которые мы накопили вот за эти вся наша компетенция за эти восемь лет работы можно было упаковать уже более технологичное производство в котором все равно ручного труда будет достаточно много но вот понимаете есть такой процесс нет предела совершенства вот здесь в данном случае мы вот это вот все прямо оттачиваем блины будут ровненькие с ровным количеством прямо по весу то есть это будет работать уже пресс и плюс уже оборудование оборудование конечно смотрите но вот вы говорите ферментированный то есть это выдержанный чай смотрите вот здесь момент какой в чем фишка то есть когда фирм процесс ферментации все то есть в бочке он уже попал да все то есть он например вот в этом сезоне мы его собрали и в октябре месяца мы вскрываем бочки потому что он за это время меняется меняется очень сильно а вот то что дальше происходит потому что в основном у нас практически весь объем все и всего что мы производили то есть его у меня практически и выкупали но вот вот эти моменты с экспериментами во времени я просто снимала разницу во вкусе представляете как мне интересно снять например информацию по лабора по лабораторным исследованиям то есть если вкус меняется значит меняется биохимия то есть вы через какой год 2 начало да да и я в диапазоне вот этих моментов как раз увидела разницу разницу в лучшую сторону а можно передержать вот в том-то и дело то есть вот так же как по винам то есть я провела аналоги с сырами с винами да есть вина которые не работают например там дольше пяти лет то есть молодой вот есть да 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 категория а дальше уже кисляк а дальше уже получается не интересно вот здесь у меня еще вот этой предельности информации я не достигла но опять же смотрите если брать по закономерности очень хорошо старятся вина те в которых есть достаточно достаточно терпкости то есть я вот эту терпкость на этапе закладки в бочке могу просто-напросто транслировать на входе понимаете отрегулировать эту историю вот это мне кажется интересно то есть терпкость дает я могу добавить корень я могу добавить туда нашу хвою я могу добавить ягель вот на ягель я просто вот очень очень большие да надежды возлагаю то есть эксперименты с ним потому что невероятный просто продукт и вот прямо жду поставку буквально обещали ягеля да такого мало такого красивого пушистого пушистого спок панаевский вот вот недавно познакомились мы вот мне обещали помочь здесь как когда тут не тот ягель здесь не тот ягель да то есть хоть хоть хочется же чтобы он был такой вот прямо богатый а потом есть еще один момент сотрудник часть департамента пока мне сказали вот туда иди оттуда не иди там тебя покусают то есть даже вообще вот принципе на подлете история вот или туда или туда за ваших чаев наталья останутся нет нет даже даже вообще даже об этом нет ни в коем случае то есть я не буду переходить а вот марочный чай он же дорогой сколько будет стоить там 100 граммов вашего рассчитывать нет вообще вот пока этой информации нет будут блины и вот такие вот маленькие там будет ягодка морожки туда будем закладывать листики такие то есть чтобы интересно по факту а базовый чай 100 граммовый 700 рублей цена ну то есть плюс магазинская наценка там наверное какая-то около тысячи около тысячи да мы в общем-то для региона открыли вот наш травный чай на наши вот возможности а наших северных полярных дикоросов и свойства то есть мы не справляемся с поставками сейчас у меня очередь ну вот надеюсь что сейчас везде в округе есть ваш чай почти да то есть райцентр по крайней мере да да сначала прошлого года да он поехал поймала прямо активно поехал и мы стараемся именно на ямале вот пока вот мы ямал не накормим я не выхожу на другие рынки спрашивают а зачем я зачем а у вас кстати дома есть пакетированный чай нет а если вы приходите в гости вам предлагают пакетированный чай вы пьете да уважаю хозяев да а почему пакетированный чай вот такое неуважение вызывает у тех кто занимается чаем что в нем не так ну вот вы знаете во первых размер чай инки я это называю отсыпкой китай тоже понимает прекрасно что вот весь вот мелко мелко листовой то есть это это в сути фракция от чайного производства самая низкая да то есть и вот как называют мастера чайной пылью вот так она собственно говоря и есть она очень хорошо закрывает все как бы моменты вот хорика быстрые какие-то да вот заварки то есть вот на самом деле там где на лету и на бегу никто не отменял что на бегу и на лету но вот на бегу на лету на мой взгляд лучше пить воду вот это как-то вот как сказать вот адекватная ситуация я могу быть не права то что не претендую но его же все равно куда-то нужно продавать и все равно есть вот ну например быстро какой-то поход или там вот еще что-то да то есть в конце концов чайным производством его куда-то надо девать вот этот чай у нас мелко листового чая остается вот вы знаете процентов не знаю 12 серьезно потому что именно вот все вот эти годы я училась таким образом обрабатывать сырье и у нас лист вообще практически не высыпается то есть вот у меня за все за эти годы накопилось вот так просто вот такая коробка это если посчитать там за восемь лет ну где-то около шести тонн мы выпустили то есть это вообще ну просто ничто практически не было мысли сделать из него пакетированный чай вы знаете из того что осталось я сразу предупредила это будет вот сейчас как раз эксперимент вот вместе со всем оборудованием мы добавим туда ягодку например да и сделаем вот из мелко листового я думаю что добавим средний средний листочек ягодку и запакуем в стаканы и запаяем вот такой мембранкой на один раз да на один раз такая вот штука будет да то есть для предложения для туристического сегмента очень хорошая ну потому что в походе там запаривать заваривать стаканы взяли побольше это вот как раз о том что чтобы погулял чтобы температура быстро не падала ну и посмотрим